В этой культуре нас учили, перед тем, как поесть, сначала нужно поклониться еде. Вы не говорите спасибо какому-нибудь богу. Пожалуйста, не делайте этого. Если вы хотите поблагодарить кого-то, благодарите того бедного фермера, который сам не ест то, что выращивает, а даёт это вам. Мы не благодарим богов. Мы не смотрим вверх и не говорим спасибо за хлеб насущный и тому подобное. Мы просто совершаем поклон пище, потому что знаем, как мы к ней относимся. Так она и будет вести себя внутри нас. Сегодня существует огромное количество исследований, которые показывают, например, вода. Эта вода обладает огромной памятью. Если я просто посмотрю на неё, её молекулярный состав изменится. Не химический, а молекулярный состав. И она начнёт вести себя по-другому. Было проведено много экспериментов по этому поводу. И сегодня появилось нечто под названием «имплазивная вода», с чем некоторые из вас, возможно, сталкивались. Например, у водопада вода, упавшая вниз с огромной силой, если вы потрогаете её, она покажется вам шелковистой. Замечали такое? Да? Если вода протечёт две мили, то когда вы её потрогаете, ощущения не будут такими же. Она будет на ощупь как шёлк только после водопада, потому что вода взрывается сама в себя. Сейчас создали машины для имплазии. Вы можете имплазировать воду и поливать её растения. Вы можете получить те же результаты, используя лишь 10% воды для полива, просто потому что вода имплазивная. Мы пытаемся достать такие машины из Великобритании для местных фермеров для получения имплазивной воды. Вы можете выращивать такие же урожаи при минимальном количестве воды, потому что лишь изменение молекулярного состава меняет очень многое. Мы всегда это знали. Вот почему... Как вы думаете, почему люди идут в храм и хотят получить две капли воды оттуда? Потому что считается, что вода обладает памятью о божественном. Считается, что она находится в контакте с божеством, при этом у воды есть память. И когда вы берёте её, это должно сработать, если вся эта наука управляется должным образом. Сегодня же мы не знаем, как это происходит в большинстве мест. Но есть возможность изменить то, как вода ведёт себя внутри вас, просто обращаясь с ней определённым образом. Прежде чем пить, просто поклонитесь воде. Не рассматривайте её просто как продукт потребления. Это не какой-то продукт, это ингредиент для создания жизни. Вот это более важно, чем ваша мать, отец, ваши дети или кто-либо ещё. То, что сейчас в этом сосуде. Пожалуйста, скажите мне. Да, потому что если вы не будете пить воду, даже один день, вам никто не будет нужен. Вы будете хотеть только её? Нет, мы говорим о реальных вещах. Так что пять элементов. Если вы научитесь правильно обращаться с такими простыми вещами, как земля, по которой вы ходите, воздух, которым вы дышите, вода, которую вы пьёте, пища, которую вы едите, и небо, три раза в день осознанно просто сложите ладони вместе для всего этого. Это компоненты, создающие жизнь. Из них состоит ваша жизнь. Просто измените своё отношение к ним, и вы увидите, как ваше состояние здоровья, ваше чувство благополучия, ваша устойчивость, всё значительно улучшится. Если вы хотите делать практику бутта-шудди, пожалуйста, приходите. У нас есть тщательно разработанная система бутта-шудди. Возможно, нигде в мире подобные системы сейчас не предлагаются. Но для них требуется определённая подготовка и абсолютная преданность практике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok